Здравствуйте, с вами канал NameDB. Астрологи назвали самые подходящие пары, которые понимают друг друга, общаясь взглядами, намеками или даже без слов. И в этом ролике мы расскажем, кто по гороскопу считается самым сговорчивым и понимающим знаком зодиака в общении и семье. Лев и Овен Оба эти знака – представители огненной стихии. Они неуёмные, импульсивные и страстные личности. Но несмотря на это, такая пара способна создать гармоничный союз. Ведь у них много общего, в том числе мыслей, впечатления и стремления. Львы и Овны готовы поддержать друг друга и многого добиваются в жизни сообща. А бурные выяснения отношений заканчиваются горячим примирением. Овен и Весы Овны со своим непростым характером в таких отношениях стремятся занять главенствующее положение. При этом они очень ранимы и заботливы. Тактичные и терпеливые Весы готовы снисходительно терпеть эмоциональность и авантюризм этого знака. Они плохо приспособлены к одиночеству, а потому ценят любовь и нежность своего партнёра и легко сглаживают конфликты. Весы и Водолей И тот, и другой – неисправимые романтики. Их мало заботят домашние дела и ежедневная рутина. Для обоих гораздо важнее достать звезду с небес и подарить её партнёру. В таких отношениях царит взаимоуважение, так что это прекрасный тандем, понимающий друг друга. Непостоянство весов принятия решений и их частая смена настроения не отпугивает Водолеев. Водолей и Близнецы Близнецы, так же как и Водолеи, любят витать в облаках, ведь оба эти знака принадлежат к стихии воздуха. Им важна свобода, на которую они не потерпят посягательств, но зато и не потребуют преданности от второй половинки. Творческие и многогранные личности, не обременяющие себя обязательствами, легко найдут общий язык. Хотя окружающим не всегда понятны такие отношения. Близнецы и Стрелец Ветренность, неусидчивость, лёгкость и любовь к переменам в равной степени свойственны и Близнецам, и Стрельцам. Оба знака готовы к новым впечатлениям, не любят засиживаться в четырёх стенах и ценят свою независимость. Разговорчивые Близнецы ценят эрудированность Стрельца. Этой паре всегда есть о чём поговорить, и скучать в обществе друг друга они точно не будут. Стрелец и Лев В такой паре обычно равноправные отношения. Оба знака энтузиасты и оптимисты по жизни. Они даже могут соперничать и состязаться. Но здоровый азарт только приближает их к поставленной цели. Стрельцам часто нужно одобрение их действий и взглядов. А Лев всегда придёт на помощь и поддержит в ответственный момент. Главное, чтобы Стрелец не пытался уязвить гордость Льва. Телец и Дева Телец консервативен по жизни. Он приверженец спокойствия и комфорта. Не любит перемен и с трудом подпускает к себе людей. Но утончённая и деликатная Дева умеет потянуть за нужные ниточки и подобрать правильные слова к этому упрямому и своенравному знаку. Ей это не сложно, потому что Дева также ценит порядок во всём. Такой союз получается успешным и стабильным. Дева и Козерог Дева и Козерог – земные знаки Зодиака. Они практичны, рациональны, рассудительны и дипломатичны. Оба знака ценят финансовую стабильность, ради которой способны упорно трудиться и в итоге достигают поставленных целей. У такого союза очень высока вероятность пройти по жизни рука об руку с полным взаимопониманием. Козерог и Телец Между Тельцом и Козерогом отношения строятся на взаимном уважении и полном доверии. Оба знака отъявлены и домоседы, которые домашний уют ценят больше, чем выход в общество. Спокойный характер Козерога помогает ему избегать конфликтов с менее уравновешенным Тельцом. А вот Телец более склонен к переживаниям, а потому нуждается в надежном друге. Рак и Рыбы Оба знака – известные романтики и мечтатели, а потому Рыбы и Рак замечательно и тонко чувствуют друг друга. Они способны понять партнера с полувзгляда и при необходимости настроиться на нужную волну. Им всегда есть о чем поговорить, хотя окружающие не всегда их понимают. При этом осторожность Рака, уравновешивает склонных к опрометчивым поступкам рыб. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NaimDB. Спасибо, что вы с нами и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!